Доброе утро! Мы в офисе, 1880. Сергей, расскажите, что произошло за последние сутки? Доброе утро! У нас вчера было два чрезвычайных происшествия. Нам поступило два вызова, сразу скажу, что эти вызовы были ложными, о нахождении, вроде бы так, опасных предметов. Значит, в первом случае это был аккумулятор. Люди, скажем так, сейчас воспринимают, мы сейчас в тяжелое время проходим. Значит, в первом случае это был аккумулятор, а во втором кто-то просто не вынес мусора. Это за вчера? Да, это за вчера. А в Кутилл-Аюр? Значит, это было у нас Ларнистерова и улица Юрия Бабинарова. Значит, первый вызов был днем, второй в 12 часов ночи. Ну, я, насколько я читал, у средств массовой информации там еще был вызов по ювелирному магазину, но через нас он не прошел. То есть я еще раз хочу обратиться к людям. Значит, бдительность сейчас в данный момент очень важна для наших граждан. Но в первую очередь хочу сказать людям, те, которые сейчас просто не могут донести мусорный пакет до мусорных баков. То есть они мало того, что сейчас нарушают правила благоустройства, ну, и возможность того, что на этот мусорный пакет выйдут и полиция, и скорая, и служба ДСНС. Люди должны понимать, что сейчас не тот момент, когда мы можем себе такое позволить. То есть ответственность должен нести каждый. Доносите за собой мусор и доносите его до нужного места. То есть мы платим, как нового платильщика, деньги. То есть это идет не так же самое, что средства, которые тратятся на бензин, на этот выезд. То есть скорая помощь могла в это время заниматься совершенно другими делами, но они выезжают на вот такие ложные вызовы. То есть я еще раз говорю, люди должны звонить по всем этим случаям. На каждый этот ложный вызов приезжают службы благотворности. То есть полностью из рыботехники. И на каждый этот случай приезжают полностью готовы устранить, именно ликвидировать чрезвычайную ситуацию. Ну, к счастью, к счастью, сейчас пока у нас только ложные вызовы. Что еще произошло за... Ну, у нас, в принципе, день вчера прошел более-менее спокойно. Значит, по коммунальным службам основные заявки были уже по водоканалу, по канализации. Вчера вечером выезжали бригады там, ну, из такого, что из основных заявок на Ленинский райисполком, на Бодильский. И воды выполнили работы по прочистке и канализации, потому что забивалось там серьезное облазбитие. Там вечером позвонили, и аварийная бригада ночью выезжала, работала. Значит, ну, в принципе, по отоплению у нас до сих пор остается три дома, за которые я вам говорил. Благазу дома Шевченко пока еще не запустили, но мы работаем над этим, чтобы в ближайшее время пустить. То есть, на ней раскрыл. А ДТП, подобные условия? ДТП вчера ничего не было, да. Глава, полгода пока запустует. На сегодня тоже нам передают без истопных оплодив. Ну, вроде бы вчера тоже передавал без оплодив, а вчера выпал уже такой первый более-менее снег в городе. Ну, тем не менее, да. А когда у нас еще в ближайшее время передают все-таки осадки? Да, ну, смотрим, прогнозируем тоже по интернет-ресурсам с утром погоду, но я ориентируюсь в основном на погоду на один день, то есть ту, которую нам передают гидромедцентр официальный промозковод. То есть мы стараемся, да, я сверяюсь постоянно с интернетом, но, скажем так, основное внимание уделяем тому, именно когда нам передают гидромедцентр штормовые предупреждения, какие-то усложнения погодных условий, но пока сейчас такого нет. Пока все спокойно. Мы будем надеяться, что и дальше. Так, спасибо вам еще раз. Спасибо вам. До завтра. Пока.